Приветствую вас, вам не нужно избавляться от страхов, напротив, избавляясь от любого страха, вы лишь только вредите к себе, вы лишь только ограничивайте себя, ограничивайте своё восприятие мира, ограничивайте, что очень печально, свои возможности, которые у вас есть, которые у вас присутствуют. Вот, ну и самое главное, подавляйте свои желания. Я уверен, что если вы как следует подумайте, подумайте, то вспомните, вспомните о том, что... Когда-то вы хотели быть с этими людьми, когда-то вы тянулись к людям, когда-то вам было важно, когда-то вы равнялись на этих людей, ну или по крайней мере пытались равняться, но в какой-то момент наступил, вероятно, перекос и вы перестали этого хотеть, а напротив начали бояться. Может быть, вы боялись всегда. Может быть. Такая история тоже может быть, что вы боялись всегда. В этом случае, так или иначе, речь идёт, с одной стороны, о защите, то есть, чем-то вам угрожает, ну, взаимодействие с людьми, чем-то вам опасно, в чем-то, в чем-то вы видите опасность для себя, взаимодействие с людьми в обществе. Это, с одной стороны, да, то есть, нужно исследовать, в чем опасность вы видите, почему вы видите опасность для себя. Потому что, если есть опасность, если есть угроза, значит, есть и слабая сторона, ну, по вашему мнению, да? Вот. Это, с одной стороны, с другой стороны, есть элемент желания, с другой стороны, есть элемент именно потребности. И, на мой взгляд, эти два момента требуют всяческой корректировки с нашей стороны. Всяческого исследования и корректировки. Потому что, потому что, да, вашим страхом всегда кроются эти два момента, кроются эти два момента. Опасность, желание себя защитить, а значит, проблемы личных границ. Вот. И, собственно, безопасности. Ну, то есть, вы не чувствуете себя в безопасности. И, с другой стороны, по предметности, которые вы себе запрещаете. Глядя на ваши высказывания, вот, что вы пишете, что вот, как избавиться не от страха, да, то есть, вы пишете, как избавиться от страха. Сказя на такое ваше высказывание, я понимаю, что вы, вероятно, от определенных вещей в своей жизни пытаетесь избавиться. И пытаясь избавиться, вы избавляетесь, то есть, вы вытесняете, как вытеснили свою потребность. В, ну, к примеру, потребность, к примеру, во внимании. Вот. Вот. И в итоге, в итоге, может быть, какую-то конечную, сиюминутную цель вы достигаете сиюминутную задачу, может быть, вы решаете. Решаете. Именно сиюминутную задачу. Но, в сколько-нибудь долгосрочной перспективе, это абсолютно не работает. Вы сами можете проследить это, к примеру, анализируя вот то, что вы хотели раньше, и то, что, к примеру, вытеснили, вытеснили. У вас было желание работать, и результат будет сто процентов. Обратите внимание на то, что вы хотите. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой по скриптам будет. Обратите внимание на мотивацию. То есть, чего вы хотите и как сильно вы хотите этого достичь. Как сильно вам, к примеру, это нужно. И почему. Обратите внимание на эти вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok